ну что настало время ермолинских блинчиков игорь купил и мы сейчас будем готовить вот вообще сегодня лень что-либо делать ленить что-либо готовить хотела картошку пожарить не знаю буду жарить нет потому что мы походу и мы сейчас наедимся и все походу лень посмотрела на сайте вот они так продаются на развес естественно никакой инструкции о том как разогревать что делать не написано не указано зашла на сайт и на сайте посмотрите что-то увидел мы вообще в принципе никогда не готовили замороженное вот это вот как это все готовить на тихом огне и как страшно очень страшно ставим сковородку мы не знаем что это такое я бы узнали что это такое мы не знаем что это такое ты что нервничаешь наливай страшно говорю очень страшно наливая вот пятачок очереди на горячую тебя остановлю да ничего останавливай меня нет мне кажется еще чуть-чуть надо вы видели да она показала я столько и налил нет надо еще чуть и вот я не успел начать уже все смотри какое художественное солнышко на пол черная любился тебе еще сильнее такой художник у меня прямо а я и мыло я и вручную в это вопрос смысла я его не я и умыла вручную туда ставила ей недавно ему так что сказал бедняк будем все жарить с чем они у нас рассказы я уже не помню и покупал 500 лет назад лежали в морозилке и ждали своего часа урагом и с мясом какие с чем я не знаю теперь я забыл уже все по выкладываем сюда потихонечку они разойдутся они же желтые они с чем-то и весь не желтый они тоже чем-то но ничего по моему выводить ворогом а эти с мясом так они разные не моих половинку так выложим половинку так они же по цвету то отличные разные можно один пакетик пожарить потом второй никаких проблем с этим нет ну что делаем вскрытие открываю пакетики вот так кто так же делает разрывает рассказывайте выкладываем до золотистой корочки на медленном огне на среднем написано они все влезут на одну сковороду да я об том я и говорил тут но не по форме разное поэтому вы никакой экономии с тобой ну ты бы куда бы эти пакеты эти вещи видно что они желтые я бы из них сделал что-нибудь смастерил из пакетов да это говоришь ты человек который мне говорил века выбрасывай да да я такой вот вот я сразу сказал что все сюда входит все накрываем крышкой да слушай не знаю про крышку никто ничего не говорил но если будет стрелять то будем закрывать крышкой будем убегать с крышкой дочь пожелала нам смерти очень хитрым между прочим образом горит налейте туда в сковороду с маслом воды по ныряй вот туда доставай пожалуйста крышку вот где-то большая вот тут вот нету здесь как-то нету ну что блинские давайте блин готовьтесь блин ну и она не закрывает сама ты не ломай до свидания ждем колдуй бабу колдуй дед в общем игорь переживает чтобы не сгорели блины я сейчас буду переворачивать вы видите они так слегонца подрумянились в принципе хочу сказать что я чувствую хорошо запах этого скажите мне щипцами не очень удобно сейчас вилочкой помочь ваниль запах не чувствую тебе помоги смотрите как он лихо раз-раз захочешь не так ускоришься у нас сильнее всего по-моему саша захотела есть она прискакала я уменьшу огонь на 1 а на одну секцию меньше сделал так а вот эти вот сильнее вот этого края подрумянились у нас видите как-то неравномерно эти блины вот плита греет да закрывай я чуть под уменьшила наверное что чай поставим да и может заварим какой-то чай а какой вот тот игорь возьми этот ну что ты что я то что ты сима скажи ему ну почему он я вот тут влог смонтировала и сейчас обложку буду делать накидала сейчас буду как-то ставить как-то вам собирать обложечку чтобы вам было интересно смотреть заходить кстати говоря скажите по обложкам как вам интересно ваше мнение по чаю приняла решение что заварю снова вот этот и просто сделаю его погуще покруче ну дам побольше заварки в общем добавлю так сказать интенсивности но аромат стоит я когда первый раз заварила он все-таки был бледноват по вкусу и по насыщенности поэтому я сейчас больше закину ну вот столько я думаю хватит так что будем заваривать и заливали я пока заливаю смотрите что творит чайник вот пока наливала даже руку вот не убирала вот это генную лужу он нам наделал я уже достала тарелочку чтобы выкладывать блинцы вилочки салфеточки накрываем стол так по семейному без изысков вытираем эту лужу которую тут наделал нам чайник на самом деле это уже третий чайник на нашей памяти и где-то знаете наверно года через четыре через пять начинает вот из этого носика как-то вот стекать вот здесь подсыпать не знаю с чем это связано если вы знаете напишите будет интересно я уже задавала ранее такой вопрос но не знаю либо вы не сталкивались либо вы не заметили этого влоге поэтому если кто-то в курсе обязательно пишите все готово я выключила сковороду и будем это дело сейчас мы вынимать пахнут блинчиками блинчики да ну и тесточка и ж такое резиновенькая мне кажется но в любом случае здесь какие-то как-то сказать мука может хитрая то есть то есть ты вот этот вот другой да мука хитрая 3 сейчас это вот одни мука хитрая добавили может что-то в этом укус может быть с резину сода может быть не знаю но ты понимаешь что в любом случае чтобы этот продукт больше хранился применяют консерванты без консервантов ни один продукт не будет храниться а в мясо например нужно давать в любом случае особые консерванты чтобы не дай бог не ботулизм ничего не развелось и не появилась ну вот так сейчас будем разрезать и пробу чай ты хотел так то birda заб России премьерность нужен д pun gun 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 zun gun 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 вырезаем чей она авторские права попадешь но я и вот так это хорошенькая думаю заварила прям знаешь мощно мне кажется попавered чефир чтобы зубы чем чем деле blu упобо doğru кстати говоря а надо было да так вот здесь у нас одинаково а здесь есть ну зачем ты его шевелишь столько возмущения пришло серьезная заявка так мне горячий а вам саши под холодную оставляю стоп все остужаете ну что стол мы накрыли че остудили вот такие наши блин блинский уж ну давай я у тебя научился говорить ну что ну что ага ну что 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 ой какой мягкий сейчас знаешь вот это с мясом вот эти вот с мясом но она так блин все рассыпалось но это один блинчик у нас все равно что ты рукожопа показываешь так у саши с творогом вражок там присутствует все отстань не лезь ко мне все рукожопы все рукожопы ну давайте теперь я хочу взять нормально началось с миском так давай а я знаю в чем причины мне кажется здесь развернется потому что тут хвостик ну вот то о чем да я и говорила они слишком такие пышные ну вот смотрите да вполне нормально можно есть ну пахнет конечно мясом но друзья но есть можно папе и блины нравятся оттуда из ермолина так но давайте сразу разрежу с творогом тоже так как мы зачем ты почему сразу разрежем посмотрим так ну вот такие не 40 до разрезала сейчас творогом и чувствуется запах немножко такой кисловатый даже присутствует ну творог это же кисломолочный партнер ой да есть есть там творог что-то переживаешь запах творога есть в общем да и творога все друзья на этом мы будем желать вам приятного аппетита на это сейчас завтракает обедает или ужины приятного аппетита и собственно и нам и вам понимаешь выркалка сербой но тесто я пробую первое с мясом который отрезал скажу так принципе съедобно тесто немного странно она такой воздушная знаете как суфле вот она мне напоминает чем-то мы свет выключили потому что он сильно ярко и мужик мы предпочитаем есть в темноте как бы поэтому стоит выключили но у нас еще отцы начинают блеснеть телевизор от лампочка отсвечивает но мне кажется ну так вот купить на скорую руку норм такое творогом сейчас мне не нравится что внутри няша все пропиталась но творога тут практически как бы на вкус он есть я услышал ну это не тот блинчик который с мясом да я скажу нормально если вам лениво готовить и надо вот быстро что-то перекусить пожарить так лучше конечно собраться со временем с силами сделать свои эти блины неплохие они лучше наверно будут чем в коробках продаются вот в магазина знаете такие вот ну вот там папа 9 по 6 штучек нормально ну вот прям чувство вах и это просто супер-пупер ешьте я не могу сказать перехватить да на скорую руку да ладно будем доедать обломова научилась да уау я так подсвечен снизу в общем друзья меня заставили меня заставили выразить свое мнение по поводу блинов которые мы только что поели скажу наверно вкратце есть можно и это наверное тот случай когда можно купить действительно пошли штучек таких таких кинуть их морозилку мы тут сашей кинуть их морозилку и собственно потом когда захотелось по охотке взять их просто-напросто пожарить и скушать именно так сейчас и произошло вот захотелось саша нашла давайте давайте все но это не то чем нужно питаться завтракать и так далее я считаю это время от времени хотя мое мнение может быть ошибочным если это так то напишите в комментариях я пошел дальше играть танки ну чтобы вы понимали достоверность наших слов остался один блинчик этот с мясом я полностью поддерживаю каждое слово сейчас игры которая была сказана по поводу этих блинов да так официально премьер это сейчас сказала ваше здоровье друзья но я думаю что я этот продукт положу морозилку чтобы на тот случай когда ну нечего поесть разные бывают разные ситуации да бывает когда до зарплаты еще надо дотянуть и морозилка уже пустая или холодильник это вот как раз тот момент в морозилке освобождается место для пленок ерболинский да либо тот случай когда вика лениться и ну собирается я же как долго собираюсь до танем я долго собираюсь мыслями чтобы что-то приготовить иду к этому долгим тернистым путем но в общем да и что-то я еще хотел же вам сказать и да мне уже лень сегодня жарить картошку а вот что хотел сказать в следующий раз попробую разогреть их вообще без масла мне интересно насколько в этом тесте содержится вообще масло и есть оно или нет и вам советую тем более если разогревать на медленном огне они замороженные влаги там достаточно чтобы они как говорится в собственном соку сами разогревались вот буду в следующий раз без масла пробовать ну и обязательно с вами поделюсь вот так что смотрите наш влог дальше ждем обязательно от вас комментарии и мы пошли посмотрим и youtube чик что наши блогеры интересного выложили м-м-м-м